В конце концов, мне этот цепень якобы порядком надоел. Он маговый фунт-парон. Никто ему не отвечал, однако. А вот сейчас доволен будет он. Ему я отпущу остроту, что потеряет он шутить охоту. Послушайте, я вам скажу. Паш, нос велик ужасный. Да, ужасно. Как видите, я это перенес. Что дальше? Ничего напрасно. Я откровенно вам скажу, вы не были красные. Нет, не шутя, я нахожу, что лучше пошутить могли бы. А я, в отличие от вас, не буду скромен. Нет, нос мой невелик. Мой нос огромный. Я бы в таком замете о выдающемся предмете острот набрал бы целые тома, меняя жесты и тона. Тон описательный. Так шутит новичок. Как называете вы этот полуостров, который вырос между ваших щек? Развязный том. Тон, таким и спят друзья. Вам из стакана пить нельзя. Побьет ваш нос посуду вашу. Позвольте предложить вам чашу. А вот наивный Тон. Прекрасный монумент. Когда для обозрения открыт бывает он. Тон. Недоверчивый. Оставьте ухищрение. К чему шутить со мной? Отлично знаю я, что нос ваш наглотной. А вы по Тону милый. Какой вывеской чудесной и стильный. Для вы примеры мог ваш нос служить. Почтительный. А вновь позвольте вас спросить в этой башне владеете. Фамильный. Любезный. Сударь, любит нити. Он приготовленный вместитель и насел. Ехитный. Это что? Причем качка удобна. Платить не надо в гардеробной. Тон нежный. Боже мой, а дождички ветра. Вы заказали зонтичек ему. Да он удивленный. Извините. Это вам одному. Доброжелательный. Дву житейских лез. Фиаско, поделив в каком-нибудь вопросе. Вам нелегко повесить нос. Зато легко. Повеситься на нос. Браво, тиранол. Браво, тиранол. Вот так. Могли пострить вы на ум. Когда бы знания имели или ум. Но сей подсейный груз, увы, для вас тяжел. Ведь вы не знаете еще, что вы осел. Я сам мне над собой могу смеяться в волю. И помогать мне в этом, сударь, не позволю. Дворянчик с жалким видом, без лент и без перчаток. Как много титулов. Вот мой недостаток. Пусть я одет не очень элегантно. Но думаю, заметно даже вам, что на моем супне не проступают пятна, как проступает грязь по вашим кружевам. Перчаток нет. Стоит меняться не с перчатками, чтобы исчеркнуть спор. Зато в любом кругу, не светском или светском, за мной звезла правда громче шпора. Мошенник! Негодяй! Безденник! Плут! Дурак! Как много титулов. А я де биржера. Мурашки в шпаках. Ну что, шалунья дождалась? Теперь ты рада, покажем мы себя. Отлично. Поэ! О да, поэт. И для стихов уж я нашел предмет. Вы знаете, что мы зовем балладой? Послушайте. Откуда и понять об этом нет у вас. Но я вас быстро обучу сейчас. Послушайте. Внимание! С места не сходя, отверхтуя балладовым экспромтом сочиню я. Послушайте. Объясните вам, как только строится баллада. Дерзость нет! Балладе три куплета, и каждый из восьми стихов. Кончают же куплетом, что зовется «Пацинкаю». И в нем четыре речи стиха. Итак, начнем. В то же время, как дуэль начнется, балладу я начну свою, и слово вам даю, что попадаю в вас. Я на стихе последний. Довольно. Положу конец я этим. Бред. Да-да, последний мой куплет вам будет роковым. Нет? Нет? Ну что ж, начнем? Баллада! В коей говорится, как с одним бездельником, готовым на бесславие, расправился поэт Де Берджерак. А это что еще? А это так, пока еще заглавие. Да. Внимание! Рифмы К услугам ваших я. Баллада началась моя. Свой фетр снимая Грациозно На землю плащ Спускаю я. Теперь же появляйся грозно, О, шпага верная моя. Мои движения ловкие, пылкие, Рука передай, верен глаз. Предупреждаю честно вас, Что попаду в конце посылки. Мой друг, куда вам воевать? Что же вы чудар? Уже вы, как боитесь, стали? Куда девался прежний жар? Да вы грустнее густой бутылки. А я отражаю ваш удар, И попаду в конце посылки. Веком, посылка Пробил час. Ага! У вас врожат подвилки! О! О! А! А! Нет! Ведь я предупреждал же вас! Ведь я предупреждал же вас! Ведь я предупреждал же вас! И я попал в конце посылки! Из-за пики! Прелестно! Остроумно! И ново! Главное! безумно! Главное безумно!